Здравствуйте! Это полезная программа. А значит, настало время приобрести новые знания и опыт. Поехали! Праздники закончились. А после них так сложно настроиться на работу. Егор, чтобы не чувствовать физическую усталость, нужно заниматься спортом. И лучше всего для этого подходят занятия на велнес-тренажера. Согласно статистике, женщины набирают за новогодние каникулы до 5 килограммов лишнего веса. Не стоит ждать, что они уйдут сами по себе. Отличный вариант велнес-тренировки. И от ваших новогодних килограммов не останется и следа. Здесь тренируются мои приятенницы, которые мне посоветовали. Я второй месяц уже здесь нахожусь. Мне здесь очень нравится. И эффект есть. Я вот чувствую себя легче. С форму пришла. И в новогодние праздники, где сытые, веселые дни. Конечно, быстро выходишь из нормы, так сказать. И тяжело дышать, уже ходить. Ну, а вот зал – это просто незаменимая вещь. В велнес-клубе Елена, как и другие посетительницы, тренируется с инструктором. Ее тренировочная программа сочетает в себе силу, гибкость и приятные процедуры для красоты кожи. Атмосфера в клубе задорная и позитивная, поэтому приподнятое настроение после тренировки обеспечено. Мы для каждой девушки подберем индивидуальную программу тренировок, которая поможет вам всегда оставаться в прекрасной форме. Внимание! Акция! Тающие скидки в велнес-клубах «Спорт-делюкс» начинаются с 5 января. Торопитесь! Каждый день скидка будет уменьшаться на 1%. Подробная информация на сайте «Спортделюкс.ру». Согласитесь, когда находишься на пике формы, запечатлеть в себя одно удовольствие. Но иногда фотография говорит окружающим гораздо больше, чем хотелось бы. Наш корреспондент Полина Каминская побывала на уникальном арт-тренинге. И готова рассказать, как обычная фотосессия может стать судьбоносной. Внутренний зажим, неуверенность в себе и даже просто плохое настроение. При помощи метода фототерапии можно избавиться от множества проблем психологического характера. Знаете, у меня с утра тоже как-то не задалось, так что пойду опробую технику на себе. Суть практики довольно проста. Сначала фотосессия, потом анализ изображений. Ты можешь что-то использовать дополнительное. Можешь взять гитару, можешь взять, я не знаю, там, череп и так далее. Можешь ничего не брать абсолютно, а просто по-другому сфотографироваться. В этот раз на арт-прием собрались около 10 человек. Каждый выразил себя в серии фотографий на трех локациях. После этого небольшой перерыв и сам тренинг. У нас здесь есть 21 персона, и чем-то они что-то их объединяют, чем-то они похожи, как-то их можно классифицировать в группы. У кого-то изображения сгруппировались по настроению, а кого-то по необычной ассоциации. Первая группа – это группа ЖТ, следующая группа – это группа косички, ну это, короче, те, где руки, ноги, там что-нибудь переклетаются. Действительно, через позу, в которой находится человек, можно сразу определить его настроение, а то и жизненную позицию. Например, женщинам любого возраста характерны три основных образа. Сексуальность – демонстрация которой свойственна молодым девушкам. Независимость – это характерно для взрослых дам. И нежность, которая отображает типичную социокультурную роль женщины вообще. Оказывается, далеко не каждый действительно понимает, что именно он являет миру. Если вы чувствуете, что все идет не так, как вам хочется, скорее всего, проблема именно в этом разногласии. Результатом становится, во-первых, понимание того, как ты выглядишь в глазах других. Потому что здесь есть уникальная возможность получить комментарии не только от меня, но и от всех участников. Это уникальный шанс понять и, возможно, что-то скорректировать в своем поведении. Участник получает около десятка фотографий и возможность посмотреть на себя со стороны, что в наш век Инстаграма и других социальных сетей практически необходимость. Но и главное – это бодрый настрой и душевный подъем. Сейчас мне очень легко, у меня желание такое улыбаться не прекращается. Это была полезная программа. Проводите свое свободное время с пользой. А я напоминаю, еще больше полезной информации на нашей страничке ВКонтакте. До встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!